15 июня в Доме журналистов состоялась пресс-конференция, посвященная участию омской делегации в 4-м международном форуме юных олимпийцев, который прошел 1 и 2 июня в Москве. В нем приняли участие более 350 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из пяти стран. Много значит наши олимпийские традиции, нашего региона, что у нас великолепные результаты были показаны на Олимпийских играх последних в 2021 году в Токио, в Паралимпийских играх. Поэтому, естественно, отношение и доверие к нашему региону за счет этого самое высокое. Мы в топе, как принято говорить, тех регионов, которые делают историю российского спорта. Понятно, что сейчас мы находимся в сложном санкционном таком прессинге и по спорту прежде всего, и по юношескому спорту в том числе. И, конечно, вот такое мероприятие и участие в нем нашей представительной, скажу, делегации, это дорогого стоит. Наш регион на форуме представляли победители всероссийских соревнований, лыжница Карина Гончарова и борец греко-римского стиля Александр Крикуха, а также президент Федерации спортивной борьбы Юрий Крикуха. Что на форуме больше всего запомнилось? Запомнилось многое. Например, общение с олимпийскими чемпионами. Софье Великой понравилось общаться. Она дала нам мотивацию, много полезных советов. Как некоторые спортсмены встречаются с проблемами, и она дала ответ, как побороть эти проблемы. Больше всего, наверное, запомнилось общение с олимпийскими чемпионами, с призерами. Они давали какие-то наставления, мотивации о том, как искать, применять ее. Будут проходить соревнования первенства России, есть желание попасть в призы и отобраться в сборную России. Юрий Крикуха отметил патриотический раздел программы и экскурсию в Парк Патриот. Масштабный такой проект. Я никогда не видел такого, честно говоря. И настолько пронизано все патриотизмом, нашей культурой, настолько все красиво сделано. И сам храм, который в центре этого всего парка стоит, и вокруг него воинская слава, различные мемориалы, музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Также обсуждалась тема поддержки российских соревнований. Так, Федерация спортивной борьбы России запустила новый проект – серию турниров в рамках Международной борцовской лиги Ивана Поддубного. И у омских борцов уже есть достижения в этих соревнованиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова